На связи с Благовещенском, Зея, Свободненский, Ивановский и Бурейский районы, те территории, где живут победители конкурса «Поступки и люди-2020». Первым по видеосвязи всех лауреатов поздравил губернатор области Василий Орлов. Он отметил важность и социальную значимость тех поступков, которые совершили эти простые мурчания. Глава региона выразил сожаление, что в этом году не может поздравить всех участников лично. Главной наградой для людей, для тех, кто занимается благотворительностью, являются не грамоты и не благодарности со стороны правительства, а благодарности людей в первую очередь. Это бесспорная ценность и это то, чего уже вам удалось, друзья, добиться. В этом году победителей выбирали из 152 участников. В голосовании приняло участие более 258 тысяч человек. Любовь Часовских победила в номинации «Большое сердце». В ее семье семеро детей, трое из которых приемные, причем двое с УВЗ. На такой шаг стать приемной мамой для ребят, которым была нужна семья, женщина вместе с мужем пошли осознанно. Ведь никто не должен быть один в этом мире. У каждого должны быть мама и папа. Мы не герои, мы обычные люди. Я не скажу, что мы там герои. Я хочу сказать, что просто есть люди, которые поступки совершают каждый день. И я думаю, что, возможно, правда, деток гораздо больше станет счастливых. Награды конкурса получили те, кто помогал в борьбе с коронавирусной инфекцией, улучшали качество жизни амурчан, предотвращали чрезвычайные ситуации или как Евгения Прогнимак, образовавшая в области солнечное движение, которое помогает семьям, где есть дети с синдромом Дауна. Хочу поблагодарить организаторов конкурса за такую возможность и поблагодарить вас всех за то, что мы ощущаем очень мощную поддержку с вашей стороны, в сторону наших детей. Ведь мы в ней очень сильно нуждаемся. Наши дети очень ранимые. В этом году в конкурсе была и спецноминация. Ее героем стала Калмогорцева Екатерина Николаевна из села Анновка Ивановского района. На свое признание она получила посмертно. Губернатор области Василий Орлов поблагодарил всех участников, вне зависимости от того, стали ли они победителями или нет. А также заверил, что в следующем году мы вновь будем голосовать за добрые поступки простых амурчан, которых с каждым годом становится все больше. Юрий Камышный, Дмитрий Козлов, Амурское областное телевидение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова